Глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции после годового собрания акционеров прокомментировал судьбу проекта «Сила Сибири-2». Он выразил надежду, что после сдачи первой очереди на Восток переговоры по «Силе Сибири-2» активизируются. В конце 2014 года между «Газпромом» и китайской CNPC было подписано рамочное соглашение о поставках газа по западному маршруту. Ранее проект получил название «Алтай», сейчас это «Сила Сибири-2». Поставки будут осуществляться из Ямало-Ненецкого автономного округа в уже существующем транспортном коридоре до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы через Алтайский край и Республику Алтай и далее на северо-запад Китая. Большинство пунктов основных условий поставки газа носят обязывающий характер. Там определены сроки контракта 30 лет, определены объемы 30 миллиардов кубометров, там определен профиль поставок и так далее, и так далее. Там фактически нет только одного пункта. Этот пункт – цена. Ну вот когда мы с нашими китайскими товарищами договоримся по цене, ну, соответственно, сразу запустим этот газопровод в работу. Для края реализация «Силы Сибири-2» означает появление новых рабочих мест, строительство дорожной инфраструктуры и мощности по переработке газа. Алексей Миллер назвал этот проект перспективным еще и потому, что в отличие от почти готовой трубопроводной системы «Силы Сибири», газопровод в Китае через два Алтая потянут от урингойского месторождения, третьего в мире по величине газовых запасов. Речь идет о том, что этот проект обеспечен не конкретными, отдельными, уникальными, крупными месторождениями газа. И это даже не просто центр газодобычи. Ресурсной базой этого проекта является газовый бассейн. Поэтому, в общем и целом, судьба этого проекта безальтернативна. По цене договоримся и вперед.